Здравствуйте! Это программа в Центре Событий в студии Снежана Журавлёва. Сегодня город простился со Станиславом Демиденко. Мальчика по пути в школу сбил мусоровоз. Занятия приостановлены. Во всех школах Сургута введен карантин. И спасибо за помощь. Погорельцы из поселка Лунного благодарят всех неравнодушных горожан и администрацию за поддержку. И первая новость выпуска. С 10 февраля завтрашнего дня во всех общеобразовательных учреждениях Сургута введен карантин. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача нашего города и района, занятия пока приостановлены на неделю. Сделано это с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Оценили состояние энергосистемы ЮГРЫ и перспективы ее развития. Руководители крупнейших электростанций автономного округа доложили главе региона Наталье Комаровой об этих параметрах. А также предложили свои варианты реконструкции объектов, входящих в перечень критически важных для жизнеобеспечения. Дмитрий Круковец побывал на этой встрече. Большое совещание по энергетике прошло в Сургуте под председательством губернатора ЮГРЫ Натальи Комаровой. Оборудование крупнейших в стране электростанций, не только наших, действующих несколько десятилетий, в ближайшей перспективе вырабатывают свои парковые ресурсы, поэтому актуально масштабное техническое перевооружение. На федеральном совещании по развитию энергетики министр Александр Новак заявил о старте долгосрочные программы по модернизации действующих объектов тепловой электрогенерации. Правительство ЮГРЫ данную программу поддерживает. Сегодня в автономном округе работают четыре электростанции. Две в Сургуте, по одной в Нижневартовске и Нягоне. Наша ГРЭС-2 в декабре выработала триллион киловатт-часов. Мы имеем шесть энергоблоков, наработка на станции составляет 200 тысяч часов, и Киум за последние, за 16-й год здесь предоставлено 74-52%. Критерии, которые заложены правительством, это 100 тысяч часов наработки, мы видим, что у нас уже 200. Ну и Киум за последние два года, Киум, это процент исполненной мощности, как мы востребованы рынком, все наши блоки до 83%. Через четыре года на ГРЭС-1 также планируют подойти к рубежу триллион киловатт-часов. Вместе с тем станция является старейшей в ЮГРе и требует капиталовложений. Касаемо наработки нашей, наработка нашей нормативной 220 тысяч часов, на сегодняшний момент времени у нас все энергоблоки уже подходят под ту программу, которую правительство называет ДПМ-2, скажем так. 30 января этого года старейший энергоблок Нижневартовской ГРЭС отметил 25-летний юбилей. Казалось бы, возраст еще не такой уж и серьезный, но и здесь оборудование нуждается в реконструкции. По критериям отбора мы также проходим, то есть более 100 тысяч часов, соответственно, для блоков давлением выше 130 атмосфер и Киум не менее 60%, ну, как я сказал, 71-72% загрузка станции. Условия попадания в государственную программу ДПМ-2, программу по договорам о предоставлении мощности, будут ужесточаться. Ее суть – стимулировать собственников проводить модернизацию старых станций. Предлагается механизм гарантированных инвестиций, когда на конкурсной основе осуществляется поддержка реконструкции отдельных объектов. Нужно поставить два фильтра. Первый фильтр – это рынок, то есть, ну, хватает денег, не хватает. А второй фильтр – это, соответственно, уже энергобезопасность, то есть, нужен он энергосистеме или не нужен. Соответственно, если энергосистеме он не нужен, его можно вывести, его надо выводить. Как неэффективное оборудование. Это позволит рационально использовать деньги потребителей, предотвратить дефицит в энергосистеме и, соответственно, выполнить поручение президента. Наталья Комарова выразила надежду, что Минэнерго окажет содействие нашим предприятиям по включению станции в программу реконструкции. Соответствующий план от энергетиков Югры должен быть сформирован в ближайшее время. Дмитрий Круховец, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости. Сургутская агломерация должна стать самым мощным производственным кластером Югры. В нашем городе сегодня утром прошло совещание на эту тему. Представителей администрации Сургута и района, а также бизнесменов, выслушала глава региона Наталья Комарова. Дарья Давыдова расскажет подробнее. Развитие промышленного потенциала Югры стало главной темой встречи чиновников и представителей бизнеса. Правительство округа сегодня разрабатывает интерактивную карту промышленности. Ее построят на основе показателей каждого муниципалитета с прицелом на инвестиционную направляющую. Там отразят действующее производство, транспортно-логистическую сеть и инвестпроекты. Сургут, сургутский район, это территория в автономном округе, которая отличается самой развитой инфраструктурой. И именно здесь формируются основные запросы на потребности рынка. Основой экономики Сургута является промышленное производство. Эльвиная доля в этом сегменте приходится на обрабатывающие отрасли. Это мощности по переработке нефтепродуктов, развиваются стройиндустрия, производство пищевой, полиграфической, текстильной продукции. Вместе с тем существуют возможности для открытия новых производств в агро- и лесопромышленном комплексах. Есть предпосылки к тому, чтобы Сургут стал плацдармом формирования инновационной экономики. В городе начат процесс создания современной промышленной инфраструктуры. Проведены необходимые процедуры по предоставлению земельных участков для создания на территории города индустриального парка, который планируется реализоваться частным инвестором уже в этом году. Сургутский район в разрезе промышленности лидирует в сегменте добычи полезных ископаемых. По обрабатывающим производствам здесь впереди предприятия по переработке нефти, газа и конденсата. Как и город, Сургутский район обладает ресурсной базой для создания новых мощностей. Это деревообработка, пищевая промышленность, переработка дикоросов, выпуск сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в Сургутском районе при поддержке администрации района реализуются три крупных промышленных проекта. Значит, земельные участки предоставлены без торгов на льготных условиях. Реализация всех проектов ведется на принципах проектного управления. Все это создается и будет создаваться в дальнейшем для диверсификации экономики Югры, что в свою очередь сочетается с установками из федерального центра. К 30-му году будут заложены основы новой нефтяной экономики и задействованы драйверы экономического роста, не связанные с добычей нефти. Повысится устойчивость и конкурентноспособность экономики, ну и как следствие, конечно же, улучшится качество жизни населения автономного округа. К этому времени все муниципалитеты Югры должны совершить качественный рывок в предоставлении возможностей бизнес-структурам для создания новых проектов, которые позволят в срок подойти к поставленным целям. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Сургут Интерновости. А в Сургутском госуниверситете сегодня торжественно закрыли международный научно-практический форум «Нефтяная столица». Он проходил в нашем городе впервые. Участие в мероприятии приняли больше 400 человек. Это молодые специалисты, ученые, эксперты, представители компаний ТЭК, причем не только из России, но и из-за границы Канады, Казахстана, Швейцарии, Японии и Норвегии. Они обсуждали вопросы кибербезопасности, моделирования цифровых месторождений, проблемы и методы стимулирования компаний по разработке трудноизвлекаемых запасов, цифровой суверенитет. Также в рамках форума прошла специализированная выставка, где было представлено порядка 20 новейших разработок, аналогов некоторым нет в мире. Лучших наградили на церемонии закрытия. Добавлю, что есть вероятность, что «Нефтяная столица» в Сургуте может стать ежегодным форумом. Проводили в последний путь. Сегодня Сургут простился с 8-летним Станиславом Демиденко. Он, напомню, погиб во вторник в трагическом ДТП. 6 февраля утром мусоровод в жилой зоне зацепил ребенка за портфель бампером. Мальчика, который шел на уроки, затащило под колеса. Он скончался на месте происшествия. Трагедия взбудоражила весь город. Сургутяне откликнулись на призыв о помощи семье погибшего Станислава. Сегодня к подъезду 25-го дома по энергетикам, где и жил Стас, с цветами и со слезами на глазах шли одноклассники, ученики других параллелей и школ, друзья, родственники и неравнодушные жители. Восьмилетнего Стаса Демиденко похоронили на городском кладбище. Жалко мальчика. Я учитель этой школы 18-й, но старшие классы. Это наше общее горе. Поэтому пришли проститься с мальчиком. Учителя тоже присутствуют из начальных классов. А сегодня днем в злосчастном проезде на улице Энергетиков, где мусоровоз сбил восьмилетнего Станислава, Горсвет установил дорожные указатели. Появление предупреждающих знаков «Внимание, дети!» требовали родители учеников 18-й школы, где занимался погибший первоклассник. Встреча с заместителем главы Александром Пелевиным, где обсуждался этот вопрос, напомним, состоялась во вторник вечером. На ней также было решено провести общегородские собрания, чтобы изучить мнение родительского сообщества, жалобы и предложения. Первое такое заседание, вероятнее всего, состоится уже на следующей неделе. Убийство среди бела дня. Накануне в четверг днем в фойе спорткомплекса «Локомотив» сотрудники учреждения обнаружили тело мужчины без признаков жизни с ножевыми ранениями. На место прибыли все оперативные службы. На след убийцы пыталась выйти служебная собака. Но через несколько часов беглец пришел в отделение полиции и сам признался в совершенном убийстве. Как выяснилось, мужчины занимались в спортивном зале спорткомплекса. В какой-то момент между ними на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ножевых ранений потерпевшему. Сейчас преступник задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия. По факту убийства следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело по части 1 статиста 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств мотивов преступления. Генеральная уборка. Сургутская администрация собирается в этом году поставить точку в вопросе незаконной наружной рекламы. Последние несколько лет на городских улицах незаконно стоят сотни баннеров. Предприниматели не перечисляют средства за аренду земли в местную казну. По сути, занимаются теневым обогащением. Попробовать привести в порядок эту сферу деятельности пытались депутаты прошлого созыва совместно с предыдущей командой мэрии, но тщетно. Свою стратегию вывода из тени в легальное поле предлагала и ассоциация рекламщиков. Эта идея также не была до конца реализована. Теперь же муниципальные власти собираются поставить вопрос ребром. Все объекты, на которые уже есть предписания, либо судебные решения, будут сносить. Подготовлен договор с другим подрядчиком на сумму до 100 тысяч рублей. Учитывая, что подрядчикам была определена цена за демонтаж одной конструкции в размере 200 рублей за единицу, то мы планируем, в принципе, этим договором закрыть этот вопрос в 2018 году. К активным действиям администрация приступила еще в конце прошлого года. Несколько баннеров демонтировали на улице Мира. Представители рекламного бизнеса посчитали эти действия неправомерными. Тем не менее, по планам муниципалитета в 2018 будет реализован грандиозный план по сносу всех незаконных конструкций, которых по подсчетам в Сургуте порядка 400. Парламентарии на профильном комитете Думы попытались разведать конкретные планы подрядчика компании Ювис по демонтажу. Но, как оказалось, четкой стратегии отработки вопроса нет. Пока неизвестно, когда конкретно из каких именно улиц начнется зачистка. Ну, то есть, некой схемы к данному договору нет. Сейчас прорабатывается договор, он будет подписан, но там пояснительные записки есть, сколько стоит примерно. Ювгра теряет свою диковинку и гордость. Экологи отмечают снижение популяции муксуна в реках округа. Этот вид рыбы традиционно считается одним из самых ценных в акватории не только нашей автономии, но и в целом страны. Однако, на данный момент поймать муксуна становится все сложнее и сложнее. Рыбаки со стажем, а также представители рыбнадзора считают, что проблема кроется в крупномасштабных логистических объектах нефтедобывающих компаний. Расположенные на Обской губе учреждения по транспортировке углеводородов перекрывают пути традиционной миграции муксуна. Поэтому он попросту не заходит на нерест в Пскарского моря. Да, популяция муксуна, не зря же на нее был введен запрет. Ограничение на вылов сокращается. К сожалению, продолжает в таком роде идти, но ежегодно планируется увеличивать мероприятия по воспроизводству этого вида. Создавать ремонтно-матричные стада. Помимо запрета на вылов, серьезные средства югорские власти тратят на воспроизводство популяции ценных видов рыб. Причем в нашем округе ученые и рыбозаводчики занимаются введением чистой породы югорского муксуна. Свою лепту в виде финансирования вносят и нефтегазодобывающие предприятия, которые по экологическому законодательству обязаны поддерживать проекты по реновации флоры и фауны. На территории округа ежегодно в рамках компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсом, проводятся мероприятия по воспроизводству ценных видов рыб, в число которых прежде всего входит муксу, а также перец и небольшой объем чара. Ежегодно на территорию округа выпускается 400-450 миллионов личинок данных видов рыб, вырастные водоемы и уже потом молодью где-то порядка процентов по нормативам, процентов 40-45 с этого объема выходит в магистраль. Погоренцы из Лунного обеспечены всем необходимым. Напомню, 22 января в поселке сгорел деревянный дом, в котором проживало 11 человек. Никто не пострадал, однако главу семьи увезли в кардиоцентр с обширным инфарктом. Помогали таджикской семье простые жители Сургута. Люди, увидев в эфире нашего телеканала новость о том, что у семьи с маленькими детьми не осталось практически ничего, стали приносить то, что мог в таджикский национально-культурный центр в Ахдад. Столько помощи пришло. Звонили, кто кровать, кто диван, кто гарнитул, кто целую стенку даже было, шкафы. А одежды сколько было, просто не посчитать. Все конфессии, все были неравнодушны. Вот меня поразило, когда сталкиваешься с такими вещами, ты начинаешь понимать, что у нас, добрых людей, намного больше, чем говорят. Администрация города выделила погорельцам Махмудовым квартиру в доме социального использования на улице Ивана Захарова. Квадратные метры семья может занимать в течение года. После им придется переехать или оформить договор социального найма. В квартире есть все необходимое, бытовая техника, мебель, посуда. Погорельцы уже ни в чем не нуждаются. Те вещи, которые не пригодились, таджикская диаспора передала в мечети и церкви. Супруга Барно Махмудовой уже перевели в обычную палату кардиодиспансера. Вся семья выражает благодарность властям и жителям. Сургутянам спасибо огромное, низкий поклон всем спасибо огромное. Даже не думали, что вот это. Дай Бог здоровья всем, мир всему, всем-всем миру помогли. «Емеля в Голливуде». Мюзикл с таким названием показали сургутянам дети из городского культурного центра. В постановке задействованы сразу три ансамбля. «Альтус», «Ньюстайл» и «Ассорти». Ставила спектакль Ольга Сафронова, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры. Что вышло из такого многогранного творческого союза, знает Екатерина Любешева. Это не история про щуку и три желания. Емеля тоже лежит на печи, но мечтает жениться на звезде голливудских фильмов. Бабушка пытается образумить внука и объяснить, что для достижения цели нужно что-то сделать самому. Но заставить Емелю сдвинуться с печи помогает только женская хитрость. Я играю бабушку, бабушку вот этого дурачка. Я люблю, в принципе, своего внука, но просто он слишком ленив и приходится его заставлять. Дублер на роль – нормальная практика для детских спектаклей. Если герой приболел, его легко может заменить подготовленный человек. Все это не относится к Дмитрию Шеберстову. Просто я один из единственных мальчиков, который играет. И так вот позвали, пришлось согласиться. Я играю две роли – Машу и Барби. Маша спокойная, такая добрая. И Барби, она, можно сказать, пуп земли, она самая лучшая. Не то чтобы о создании мюзикла тут никогда не думали. Преподаватели просто мечтали об этом, поэтому сами мобилизовали силы и средства. Я нашла педагога по эстрадному вокалу, которая работала очень долгое время в мюзик-холе. Это Сафронова Ольга Леонидовна. И она посоветовала этот мюзикл. Она очень быстро согласилась на такую фуру, приехать в Сургут, и провести с нами мастер-класс по постановке музыкал. Дети были счастливы такой новой работе. Петь им тоже нравится. У многих за плечами вокальные победы, в том числе всероссийские. Но почувствовать себя на сцене героем сказки – бесценно. Это очень интересная работа, которая всё сильнее и сильнее затягивает тебя в процесс. И как будто бы каждый день ты проходишь не одно и то же, а каждый день – это разные этапы. Очень важно нужно донести смысл и информацию до зрителей, чтобы они поняли. И нужно это сделать с помощью вокала, мимики, актёрского мастерства, танцев. На всю постановку с нуля всего два месяца. Слов много, песен ещё больше. Но все справились блестяще в прямом и переносном смыслах. Екатерина Любешева, Николай Сапожников, Сургут.Интерновости За событиями в Югре следите на канале Сургут.Интерновости в Телеграме и на нашем сайте indifiznews.ru Всего вам доброго и до встречи в эфире. Торопись, честной народ! Экона цены низкие раздаёт, Чтобы здоровье своё поддержать, В аптеке Экона надо скорее бежать! В аптеках Экона – ярмарка низких цен! Аптека Экона – экономная, народная! Сделайте предзаказ на сайте bedifizapteka.ru Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. Новый год прошёл, но подарки не закончились. Реальные цены на квартиры в сданных домах – от 1 миллиона 750 тысяч рублей. И экономия на ЖКУ до 30% – в подарок от компании Сиппромстрой. Подробная информация на сайте sps86.com и по телефону в Сургуте 600-190. Компания Сиппромстрой. Добро пожаловать домой! Радио «Дача»! Музыка нас связала! И о погоде на 10 февраля. Здравствуйте в студии Алина Белявская. В субботу из-за высотного тыла циклона погода в большей части Западной Сибири будет неустойчивой. Облачная будет чередоваться с солнечной, местами возможны незначительные осадки, а температурный фон по-прежнему останется выше климатической нормы. Ночью в Сургуте окрестностях облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег. Направление ветра юго-западное – 3,8 метра в секунду, температура воздуха – минус 16, минус 21. Утром переменная облачность без существенных осадков. На столбиках термометров около 18 градусов мороза. Днем с прояснениями, временами возможен небольшой снег. Ветер западной четверти – 3,8 метра в секунду, температура 11-16, ниже нуля. Магазин «Домашний погребок» уже встречает масленицу. Большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок», торговые центры «Агора» и «Богатырь». В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на весь ассортимент самоваров. Встречайте масленицу по-русски. В течение дня солнечная активность умеренная, геомолитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и состоит 773 мм ртутного столба. Поиграем в сказку «Герои в масках». Пижаму надевай и скорее мир спасай. Герои в масках по суперцене уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачных выходных, будьте здоровы, до свидания.